Первая бригада молодых людей в количестве 15 человек уже отработала в конце июля. Ребята обслуживали на дому пенсионеров. У тех, кто заступил на трудовую вахту в начале августа, главная задача – благоустройство видного, в частности, центрального парка. Всего в трудовых бригадах этим летом будут участвовать 60 подростков. Каждому из них необходимо отработать 20 часов. За это им будет начислена зарплата в среднем около 5,5 тысяч рублей. Проект реализуется совместно Ленинским центром занятости и Дворцом спорта Видное. Те, кто вот хотел, они все и попали. У 17-летней Полины Ахтырской есть младший брат и сестра. Скоро появится на свет еще один член семьи. Для нее эта работа не просто возможность накопить на развлечения, а способ пополнить семейный бюджет. Я хочу папе помочь с работой, с деньгами. Я ходила в центр занятости, мне потом позвонили и сказали, что есть вакансия. И направили ее сюда. Я с удовольствием согласилась, конечно же. Несмотря на то, что работа в целом несложная, здесь все по-взрослому. Есть даже бригадир. Анастасия Мигунова старше своих подчиненных, ей 21 год. И трудовой стаж у нее уже имеется. Время перед поступлением в педагогический институт Анастасия решила потратить с пользой. Моя задача это координировать действия школьников. То есть заниматься как кто выполняет работу, насколько качественно и так далее. Я веду списки, в которых отмечается количество отработанных их часов и какие-то, может быть, замечания касаемо работы. От этого зависит их зарплата. Будем стараться, чтобы все получили максимально. Если эпидемиологическая ситуация позволит, планируется, что и в сентябре трудовые бригады продолжат свою работу. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.